Роза Чтобы розарить свел и радовал вас обильным цветением весь сезон, нужно создать розам подходящие условия. Роза – это дочь навоза, то есть присутствие органики у розы обязательно. Что такое мульча? Это верхний слой, которым мы прикрываем почву. Мульча, в отличие от импортной коры, должна разлагаться. В данном случае на розах желательно использовать мульчу, которая будет в процессе роста наших роз разлагаться. И к концу сезона она превращается в органические удобрения. Она препятствует прорастанию и сорняков, задерживает влагу. И в зимний период корневая система у роз достаточно хорошо зимует, почва не промерзает. Лучший мульча для роз – это навоз, перемешанный с опилками лиственных деревьев. Достаточно органики следует заложить и при посадке розы. А вот к рекомендованному Дэвидом Остином переводу саженцев на собственные корни Александр Уколов рекомендует относиться скептически. По поводу того, когда переводят на свои корни, то есть это вообще неграмотно, это неправильно. И они когда посоветовали 7-18 см, это вообще бездумно. То есть в нашей полосе заглублять на такую глубину, ну ни в коем случае нельзя. Это получается удушье. У них это можно, а у нас нет. Любой подвой передает силу нашей розе. То есть что такое подвой? Это практически шиповник, который дает зимостойкость нашей розе. Если мы переводим на свои корни, для чего же тогда используется подвой? Вот любая роза, которая просто привитая и корнесобственная, она будет уступать шиповнику. Для защиты от вредителей порой достаточно выбрать розам подходящего компаньона. Бывает так, что садоводы используют достаточно много времени на одном участке розы. И там появляются такие вредители, как нематода. А вот как раз бархатцы борются с нематодой таким образом, что корневая система у них имеет выделение. При поедании вот этих вредителей бархатцев они погибают. При умелом подходе это будет еще и эффектно. Ну, многие люди как бы относятся к ним немножечко так вот, как бы своеобразно. Не очень принимают их за цветы, как уличные. Поэтому вот мы говорим, что их можно обрезать. Но если грамотно подобрать, то есть достаточно интересные новинки. И с махровыми крупными цветками, подобрав их к розам, можно сгладить вот эту волну цветения. Перерыв между розами переходит на бархатцы. И потом вторая волна цветения у роз как бы вот совмещается вместе с бархатцами. Это очень интересно. Одной из самых больших проблем для средней полосы России является укрытие роз на зиму. Вот при наших объемах, сухой метод, при наших объемах в питомнике укрывать розы сухим методом строя каркаса, это просто нереально невозможно. Поэтому мы подошли к использованию более современных синтетических материалов. Вот в данном случае это геотекстиль. Мы сшиваем трехслойный материал, то есть он состоит из различных слоев, различной плотности. И в общей сложности получается плотность около тысячи. Материал выдерживает температуру до минус сорока. Не надо забывать, что роза выдерживает морозы 10-12 градусов. Поэтому спешить с укрытием не нужно. И мы укрываем розы, когда почва уже достаточно замороженная. И в тканях уже накопились питательные вещества в виде сахара и масла. Используя этот укрывной материал, мы просто его расстилаем по нашей поверхности и плотно-плотно края пришпиливаем скобочками из проволоки, либо из электродов. Край мы загибаем, закрепляем в почве, а остальную массу распределяем по розам. Если у нас более кустовые формы, то мы сначала располагаем колышек, забиваем его так, чтобы колышек был выше наших кустовых роз. Чтобы снежная масса не давила на наши розы. И потом располагаем наш укрывной материал. Таким образом у нас создается прослойка, и снег, который тает, давит не на наши розы, а на колышек, который находится под нашим укрывным материалом. Еще преимущество этого материала. То есть он задерживает тепло, которое идет от нашей мульчи, от наших роз. То есть мы не оборачиваем розы ни в коем случае, а мы накрываем это сверху. То есть внизу создаем определенный микроклимат. Все тепло идет от земли. Конечно, роза требует достаточно внимательного к себе отношения. Но разве она этого не достойна? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова